Вы смотрите дневник конкурса «Взвешенный счастливый. Размер имеет значение». Мы находимся в WellSlim Centers, где участники еженедельно отчитываются перед диетологом о том, как провели последние 7 дней. Расскажем, какие процедуры проходили наши участники на этой неделе. Для уменьшения окружности живота и бедер применяются методы комбинированного похудения, при которых последовательно один за другим следуют как мануальные массажи, так и аппаратные технологии. Липосажный массаж для тела – новейший вид массажа для коррекции фигуры. Этот вид мануального массажа является альтернативой для таких методик, как липосакция. Массаж проводится для верхней или нижней части тела. Главной функцией воздействия этой новой методики является снижение объема жировых тканей и улучшение оттока лимфы, в результате чего снижается окружность проблемных зон тела и целлюлит. Одним из наиболее эффективных комбинированных методов быстрого уменьшения окружности тела является массаж проблемной зоны тела специальными щеточками, что расширяет сосуды и увеличивает температуру тканей. За этим массажем следует обертывание проблемной зоны тела специальными повязками, которые способствуют более быстрому уменьшению окружности жировых клеток. На повязки накладываются электроды с инфракрасными лучами, которые параллельно с уменьшением окружности тонизируют конкретные группы мышц. Напомню, что главная цель проекта – помочь участникам сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья. На прошлой встрече одной из участниц был выдвинут строгий ультиматум в связи с набранным весом и несоблюдением наставления диетолога. Прошлая неделя для Кристины Михайловой была проверочной. Узнаем, удалось ли Кристине выправить ситуацию и продолжит ли она худеть в рамках нашего проекта. На прошлой неделе весы показали плюс полтора килограмма. Результат этот был таков, так как я не соблюдала, возможно, в полной мере данный график диетолога. Кристина, у Вас сегодня очень хорошие результаты, более 5 килограммов. Расскажите, что Вы в этой неделе поменяли, как Вы питались, чем занимались? На этой неделе я более тщательно следовала, следила за количеством принятия жидкости, то бишь воды. Также на этой неделе я добавила дополнительную физическую нагрузку в виде катания на роликовых коньках. У организаторов немножко такие сомнения из-за этого, что у Вас вес очень изменчивый. Из-за этого мы договорились, что очень важно будет, какие результаты будут на следующей неделе, потому что вес должен уходить равномерно. Несмотря на то, что и следующая неделя для Кристины будет проверочной, мы очень рады, что Кристине удалось остаться в проекте и продолжить борьбу за стройность. Узнаем, кто стал лидером недели, потеряв наибольшее количество килограммов в процентном соотношении к своему изначальному весу. Сегодня у нас шестое взвешивание и по результатам взвешивания у нас сегодня победитель Кристин Михайлов. Но у нас такая ситуация, поскольку эта неделя была проверочной для Кристины, и мы решили, что и на следующей неделе будет проверочной для Кристины. Тогда у нас следом за Кристиной сегодня двое победителей. Это Янис, 2-0-6, минус 2-0-6, и это Елена. Несмотря на конкурентную борьбу, за время проекта наши участники сблизились и даже подружились. Дабы ударить по лишнему весу со всех фронтов и поддержать друг друга, они организовали пикник. Ведь во время похудения важна не только физическая сторона процесса, но и психологическая. Когда люди худеют, очень важна поддержка единомышленников, потому что тогда они могут делиться своими мыслями, своими фрустрациями, то есть препятствиями, которые у них на пути к достижению цели. Однако стоит помнить, что еда на природе таит в себе массу опасностей для тех, кто следит за своим весом. В первую очередь на свежем воздухе нам хочется освежиться, что-то попить. Если мы выбираем сладкие лимонады или пиво, эти сами по себе продукты немного содержат калории, но они очень быстро поднимают сахар. Надо выбрать лучше постное мясо или это курица, или это курица без кожи. Можно попробовать индюшку. Напомним, что ежедневно следить за успехами наших участников, получать полезные советы от специалистов, можно на странице проекта в сети Facebook. Не пропустите новый выпуск реалити-шоу «Взвешенные счастливые» в эту субботу на Первом Балтийском канале. А полезное ток-шоу «Взвешенные счастливые» в следующий понедельник на РЕН-ТВ Балте.